Я попробую ответить на ваши вопросы. Вопросы давайте я примерно назову. Некоторые из них, может быть, у вас какие-то другие. Если у вас такие же, то вы можете просто поставить три плюсика. Ну, например, у меня стало меньше заявок, звонков. Что делать? Частая проблема, например, у вас остается такое же количество заходов на сайт, оно не уменьшается, но при этом звонков и заявок все равно становится меньше. Также частая проблема, что заявки с сайта вдруг подорожали, например, в два раза. Была, например, 400 рублей, заявка стала 900 рублей. Или посоветуйте, как увеличить конверсию лендинг-пейджа. Ну, самый простой какой-нибудь вопрос. Или люди оставляют заявки, но при этом не покупают. Может быть, такой вопрос у вас. Так, ну и, собственно, я открываю сразу же ваши вопросы. Так. Производство профессиональных сухих строительных смесей. Ага. Как стать мультимиллионером? Тут сложно, тут вам не подскажут, Сергей. Так, ниша продажа строительных материалов. Ну, вот, кстати, схожие ниши. Автозапчасти. Так. Максимова Юлия заборы ворота. Так, Дмитрий. Сертификация продукции. Это ИСО, наверное, да. Из сертификата ИСО. Знакомая тема. Так. 3D-очки. Пока сложно понять, что такое 3D-очки. Мебель. Маркетинговое агентство. Здравствуй, коллега. Раздвижные светопрозрачные алюминиевые конструкции. Онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ. Тоже знакомая тема. Ну, многие из них уже, я, в принципе, на какие-то из них уже делал лендинги. В принципе, могу что-то посоветовать, что-то сказать. Но общие темы, которые мы сегодня будем разбирать, они подходят практически для всех. Сдача жилья в наем. Автозапчасти. Ремонт компьютеров. Ага. Привет. Так, понятно. С ремонтом компьютеров тоже интересная история. Вот, кстати, сейчас вопрос это прочитаю. Так, интернет-магазин «Уютный дом». Начал с производства мормышки, потом начал развивать себя в настройках директа знакомой лендинги. Проблема, не знаю, как точно назначить цену. Так, ага. Ни одной продажи. Так, хорошо, понял. Товар для детей. Привет, Сереж. Так, и сеть частных детских садов. Вот, тоже знакомая тема. И кухня на заказ. Вот, кухня на заказ. Ребята, те, кто пришли по каким-то мелким детским темам, ну, товар для детей – это скорее интернет-магазин все-таки, я предполагаю. Это кухня на заказ, сеть детских садов, что там еще у нас было, ремонт компьютеров. Это вот как раз по нашей тематике, сертификаты, ИСО тоже. Это все уже мы, как говорится, проходили. На все это мы делали, уже все. На все это есть опыт. Так, были вопросы. Давайте сразу зачитаем несколько вопросов. Вопрос, что лучше – обращаться лично к клиенту и придумывать какую-то суперфишку, типа вернем деньги, если не понравится, и расписывать ее. Или тезисно свои плюсы через точку. Выезд бесплатно, сохраним данные, оплатим только при решении проблемы. На самом деле, я вот на эту тему сегодня поговорю с вами. Лучше всего расписывать не одну суперфишку, а несколько, и в несколько экранов. На самом деле, это пришло не так давно из маркетинг-китов, когда на один разворот ты полностью расписываешь свою суперфишку как раз. То есть, в принципе, мы вроде бы как буллетами с вами, например, раз, два, три, четыре, пять, шесть, пишем свои преимущества. Это все замечательно, но люди это не читают. Поэтому необходимо прямо отдельными экранами посвящать. Например, если у вас выезд бесплатный, вы показываете фотографии, что вы уезжаете. Возможно, сразу же видео вставить, например, в какая-нибудь Татьяна Ивановна. Ой, они так приехали быстро, ну и тому подобное. Ну, по сохраним данные я не знаю. А вот насчет оплаты только при решении проблемы, это тоже можно расписать прямо некоторыми видео и еще лучше, какими-нибудь историями. Был ли у меня опыт работы с сервисами подмены в заголовках, исходя из запроса? Сервисы сервисами. Ну, если посмотреть видео мультилендинг, которое я уже давно записал довольно-таки, мы, собственно, очень просто сделать самому эту систему. То есть платить за сервис подмены заголовков смысла нет, потому что это работа 500 рублей на фрилансе. В общем-то, ну, ладно, исходя из того, что у нас курс слегка прыгает тысячу рублей. Это максимум, сколько стоит сделать подмену заголовков на обычной странице. То есть там ничего сверхъестественного нет. И да, мы это делаем, и да, это нужно. Нужно не всегда, но бывают случаи. Так, вопросы. Помогают ли виджеты усилить конверсию сайта на 1-2%? Например, если тормозят они, и не тормозят ли они сайты, и какие самые лучшие? Хороший вопрос. Давайте я на него в процессе отвечу. Так, товарные знаки, кондиционеры. Клики не изменились, конверсии нет. А, да, я понимаю, в общем, в чем фишка. Кондиционеры. Вообще рекомендую. Все замечательно, но кондиционеры, сколько мы раз не делали, всегда останавливаемся на интернет-магазинах. Вот здесь я, к сожалению, прямо с лендингами сильно не помогу, потому что людям в основном нужно выбрать. Хотя, на самом деле, вот когда я ставил кондиционеры себе в квартиру, мне, в общем-то, было абсолютно плевать, просто какой посоветую, такой поставлю. Но тогда нужно делать правильно, как-то выводить крутого специалиста на первый экран. Так, можете что-то сказать о условно-бесплатных шаблонов сайтов или площадках, таких как TIO, PulseCEN, AllBiz. Есть ли смысл сильно заморачиваться на докруге этих сайтов? Ну, сильно заморачиваться, нет, потестировать, конечно. Что ж, друзья, давайте тогда немножко пройдемся сейчас по, все-таки уже по теме нашего вебинара. Я думаю, вы не против. Кто ждет начала вебинара, можете поставить три плюсика и, наконец-то, темы. Вот. И в процессе некоторых сегодняшнего вебинара я отвечу на некоторые из ваших вопросов, которые у вас как раз были. По поводу адаптивных лендингов я отвечу. И по поводу конструкторов отвечу. И да, на какие темы лендинги очень хорошо подходят. Вот как раз, в принципе, сегодня мы на это и поговорим тему. Так. Первое. Первое, с чего нужно начать, надо понять, что у вас есть целая огромная цепочка лидогенерации. То есть лендинг – это просто одно из основных цепей в вашей цепи полностью лидогенерации. Если проще, то если открыть воронку продаж, можно посмотреть, что у нас есть показы, клики, и дальше идут уже заявки. Зачастую, конечно, люди не понимают, что заявки – это заявками, деньги – деньгами. То есть это разные вещи. Да, можно получать конверсии до 15% на лендинге. Не вопрос. Можно ли монетизировать все 15% лидов, которые приходят к вам с кликов? Не совсем. Здесь важно понимать, что рано или поздно, в какой-то определенный момент, вы поймете, что вам нужно не 60 заявок, например, как я могу сделать, например, на своем лендинге, даже на своем обычном лендинге, в принципе, сделать до 60 заявок можно, нацепив виджет быстрого дозвона а-ля Callback Hunter, про который мы тоже сегодня поговорим. Второе. Можно просто сделать что-то жестко бесплатное. Например, у нас сейчас висит аудит бесплатно, что, в принципе, дает как раз те самые 30 лидов, потому что у нас есть много чего бесплатного, кстати говоря. Первое – это просчет бюджета, второе – это анализ рекламной кампании. И с помощью вот этих двух маленьких моментов мы можем, в принципе, от 5-6 заявок можем увеличить до 30 заявок в день. Но не забывайте, что 30 заявок, они далеко не все конвертируются в покупателей. И зачастую менеджеры, например, просто офигевают от количества заявок, но при этом они говорят, что все-таки не закрывается. Здесь есть все-таки некоторая планочка, чтобы вы понимали. У многих людей, например, вы хотите… Сейчас возьму какую-нибудь тему вашу. Так, какую-нибудь тему, которую я видел. Что-нибудь попроще. Так, заборы. Вот, заборы ворота, например. Ну, здесь очень все просто. Здесь я могу просто пример показать. По-моему, так называется сайт. Да. Вот сайт самый простой, который действительно привлекает довольно большое количество клиентов. И, естественно, основное, на что идет акцент – это получить мгновенный просчет. Ну, может быть, тут не написано слово «бесплатно», но, может быть, стоит его тоже дописать, как и «позвоните нам бесплатно». Но, тем не менее, мы максимально пытаемся сделать, максимизировать количество заявок. Та же самая проблема. Не всегда получается людей закрывать. С этим нужно понять и простить, ребята. Это, кстати, к вопросу о том, что у вас зачастую, например, 10 заявок, только одна покупка. Но если она окупается, в принципе, и окупает весь ваш рекламный бюджет, то надо просто увеличить количество денежных средств, вложенных в вашу рекламу, и не парить особо мозг. Потом уже докрутите. Это на вопрос, если я потратил, например, 10 тысяч рекламного бюджета, получил 30 заявок, ни одну не закрыл. Бывает. Тоже такое бывает. У нас тоже бывает 30 заявок в день приходит, например, один закрытый договор или ноль закрытых договоров, договоров, не суть. Такое бывает даже у крупных компаний, у тех, у которых есть менеджеры и прочее, все равно такое бывает. И здесь с этим ничего не сделать. Поэтому у нас немногомиллиардные прибыли. И большинство людей, например, даже 30 человек вроде бы приходят, но с некоторыми просто вы сами не захотите работать. Но опять же, если вы не продаете товары, конечно, товары, то вам пофигу.